В республике завершается один из самых масштабных аналитических проектов – открытые стратегические сессии. Участие в них приняли несколько тысяч специалистов разных отраслей самого разного звена, которые делились своим видением, накопившихся в регионе проблем и вносили предложения по их решению. О том, как проходили сессии и что станет их итогом, в специальном репортаже Хадежат Мазгаровой. Аудитории, которые превращались в настоящие дискуссионные площадки, спикеры, готовые делиться опытом и слушать полярные мнения, мозговые штурмы, результатом которых становились списки рекомендаций. Все это можно было увидеть на стратегических сессиях, которые прошли в республике. 12 сессий по самым основным экономическим отраслям, тысячи специалистов разного звена, сотни рекомендаций и свежих решений основных проблем региона. И вот о чем именно говорили в ходе одного из самых масштабных проектов правительства республики. Модернизация молочно-перерабатывающих предприятий, проблемы с бытопродукцией у виноградарей, привлечения молодежи в сельхозотрасль – это лишь некоторые из тех проблем, что были затронуты на сессии, посвященной развитию агросектора. Стоит ли привлекать в республику бизнес извне или лучше развивать свои проекты? Бурные дискуссии уже на эту тему развернулись на сессии, посвященной развитию предпринимательства ежегодно. В республике проводится около 700 миллиардов торговых операций. Однако сегодня еще остается актуальным вопрос о велении экономики. В рамках обсуждения мы должны ориентироваться на федеральные программы поддержки промышленного производства. Доступность медпомощи, снижение младенческой смертности, улучшение лекарственного обеспечения льготной категории граждан, внедрение информационных технологий и передовых достижений медицинской науки в практику – все это нужно, но всего этого пока нет на том уровне, который требует реалии. Наша задача – приоритет, чтобы унисон развивать, начиная с амбулаторно-политнического и завершая специализированную стационарную медицинскую помощь. Жаркие дискуссии развернулись и на стратегической сессии, посвященной развитию горных районов республики. Как дать горным территориям толчок развития? Участники сессии сошлись во мнении, что возможно это лишь при условии, что в горы вернется производство. Консервные заводы, которых сегодня осталось лишь 7 из 18, и те испытывают серьезные финансовые трудности. Ремесленные комбинаты, многие из которых сейчас в состоянии банкротства, предприятия по переработке мяса и молока, которых катастрофически не хватает. Здесь можно и нужно сейчас работать. И сейчас наступило именно то самое время. Конечно, мы будем ориентироваться, прежде всего, на тех, кто хочет вернуться здесь работать. Какую отрасль выгодно вкладывать в Дагестане, какую поддержку может оказать инвестору государство, как обеспечить комфортные условия кредитования. Ответы на эти вопросы искали уже участники стратегической сессии, посвященной инвестиции. С ними у нас дела обстоят непросто. В общем, рейтинги инвест-привлекательности среди субъектов России и республика стоит на 53-м месте. Улучшить положение поможет ряд мер. Не обошли вниманием и развитие прибрежного кластера, о котором много говорили, но для которого мало что делали. В результате сегодня по берегу Каспия разбросаны базы отдыха, не способные конкурировать с современными туристическими комплексами Краснодарского края или Турции. В списке привлекательных отраслей и легкая промышленность заместитель гендиректора крупной обувной фирмы Мурат Багдаев проводит достаточно любопытные данные. Более 20% обуви на российском рынке произведено в Дагестане. Вот только многие цеха работают нелегально. Действий синевых коллег не оправдывает, но может объяснить, почему они работают вне закона. Проблемы основные. Основные – это контрольно-надзорная деятельность, первое. Второе – это отсутствие доступа к кредитам, прямым, легким кредитам. Либо даже если доступ есть, декларированный доступ есть, каждый раз изменяются правила игры. О том, как удалось реализовать такой масштабный проект и привлечь в него столько разных специалистов, нам рассказал исполняющий обязанности министра экономики и территориального развития республики Осман Хасбулатов. Осман Хасбулатович, скажите, пожалуйста, как вообще возникла идея проведения стратегических сессий? Была ли подобная практика в нашей республике и привлекалось ли такое количество людей? Я знаю, что минимум это 150 человек на каждой сессии к обсуждению таких, казалось бы, важных проблем, касающихся нашего региона. Вообще, организация этих стратегических сессий – это была идея председателя правительства нашей республики Сдунова Артема Алексеевича. Когда мы обсуждали вопрос о необходимости написания стратегии развития нашей республики до 2035 года, мы думали о том, как максимально больше привлечь разные слои нашего населения к написанию этой стратегии, чтобы она не была оторвана от народа, чтобы каждый житель республики, можно даже так сказать, ощущал, что она написана для него, для наших людей, для развития нашей республики. Ну, давайте так, несколько ярких, может быть, даже коротких примеров того, как люди принимали участие и, может быть, какие-то конкретные их рекомендации по поводу той или иной проблемы. К примеру, допустим, один из примеров привести. Вот мы обсуждали, как развивать горные территории, как развивать энергетику в горных территориях. Высказано было мнение о том, что необходимо нам сейчас в горных территориях развивать альтернативные источники электроэнергии. И ведь мы все знаем, что у нас огромная проблема, что не хватает напряжения, слабые сети и так далее. Вот как раз было это предложено в одной из стратегических сессий, что на тех концах, в горах, создать и небольшие, где-то там поставить солнечные батареи, где-то там поставить небольшие гидроэлектростанции, где-то ветряные мельницы. За счет этого на концах и были выработаны механизмы. Кто-то предложил, что гражданам давать возможность закупать в лизинг это оборудование, с тем, чтобы уже за счет экономии, которая создается, погасать эти лизинговые платежи. Вот такие примеры конкретные. И на самом деле это очень интересная работа. И сейчас мы уже будем ее продвигать, сейчас мы будем думать, как это воплотить в жизнь. Вот один из примеров. Очень много было таких примеров, потому что люди... И вот кто-то предлагал у нас развитие рыбного хозяйства, что опять же мы хотим сейчас и прорабатываем этот вопрос возможности покупки в лизинг рыбопромысловых судов. У нас сейчас, я бы не сказал, что это проблема, но мы тут не дорабатываем. Мы ловим в год всего 700 тонн кильки, когда нам можно и нужно ловить 100 тысяч тонн. Ну а как люди отреагировали, откликнулись на такой диалог? Отклик был, я же говорю, нас это очень обрадовало, да, и мы поняли, что людям не безразлично, как будет республика вообще развиваться, какие направления будут развиваться. Причем мы даже обратили внимание, что определенное количество граждан участвовало, ну вот там в большинстве сессий, от одной к другой сессии они проходили, потому что это очень интересно, да. Молодежь очень активно себя вела. Это вообще очень, мне кажется, это очень важно, да. И на самом деле это было абсолютно никого, никто не, как сказать, не заставлял там, чтобы там, как у нас обычно раньше проводились такие мероприятия, что обязывали там с коллективов поприсутствовать, принять участие. Мы изначально, когда проводили эти сессии, мы сразу людям и говорили, что только если есть собственное желание. Что должно стать итогом вот этой объемной, достаточно публичной работы? В дальнейшем в республике будет создан, так планируем, что координационный совет по написанию стратегии, куда войдут. Вот, кстати, на этих же стратегических сессиях мы присмотрели наиболее активных и эффективных участников, и мы их пригласим вот в этот координационный совет, чтобы в дальнейшем уже заниматься написанием стратегии развития республики. Конечно, эта стратегия должна быть увязана со стратегией развития Северо-Кавказского округа, которая будет писаться в следующем году, со стратегией развития Российской Федерации. Мы должны это все в увязке с этими стратегиями эту работу проводить. Со всех сессий велись прямые трансляции в социальные сети, в том числе и с аккаунтом РГВК «Дагестан». По данным организаторов, каждая собирала сотни тысяч просмотров, и это еще один показатель того, что дагестанцы интересуются ходом социальных и экономических процессов региона, интересуются и готовы принять в них участие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова